Итоги нормандской встречи, газовый вопрос и права переселенцев. Об этом и не только. Будем говорить в выпуске новостей на UATV. В студии работает Артем Бибик. Обмен пленными всех на всех и полное прекращение огня на Донбассе до конца этого года. О таком договорились лидеры стран нормандской четверки по итогам встречи в Париже. Вопрос о продлении особого статуса Донбасса был самым тяжелым пунктом в ходе переговоров, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Президент Украины Владимир Зеленский придерживался согласованного ранее плана действий и настаивал, никогда не пойдет на федерализацию и отказ от территориальной целостности Украины. Все еще нет перемирия, много мин вдоль линии соприкосновения. Необходимо разведение сил и средств. Разминирование запланировано. Этот процесс непростой. К марту 2020-го нужно подготовить еще две зоны разведения рядом со станицей Луганской, Золотым и Петровским. Кроме того, хотим расширить мандат ОБСЕ, чтобы миссия наблюдала не 12 часов, а все 24. Сегодня я много раз подчеркивал необходимость вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Я настаиваю, что проведение местных выборов в Ордло возможно исключительно по украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Обсудили в Париже и газовый вопрос. На двусторонней встрече Зеленский и Путин говорили об условиях транзита. Президент Украины настаивал на десятилетнем контракте, в то время как российский лидер пока не определился. Ранее Москва была готова заключить договор только на один год. Срок действующего контракта истекает в конце этого года. Москва ведет торги о возобновлении прямых поставок газа в Украину. Ради этого Путин готов пойти на скидку в 25 процентов. Кроме того, российская сторона должна выплатить украинской 3 миллиарда долларов компенсации по решению стокгольмского арбитража. Мы обсуждали вопрос арбитража по поводу возврата средств. Мне кажется, мы в принципе сняли вопрос касательно трех миллиардов долларов, которые мы выиграли. Наша позиция простая. Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы пойти, если нам нужно. Почему бы и нет? Подвести итоги нормандской встречи. Собрались за круглым столом в Киеве. Дипломаты, военные и общественные эксперты разбираются, что делать дальше. Это главный вопрос на повестке дня. Нашли ли ответ? Спросим у корреспондентки ЮАй ТВ Евгении Бурды. Она с нами на связи. Женя, что вызывает беспокойство экспертов и какие еще темы поднимают? Говорите об ответах на главный вопрос, что делать дальше пока рано. Участники круглого стола говорят как о позитивных моментах нормандской встречи, так и о рисках и опасностях, которые назревают вследствие этих переговоров. Один из экспертов, министр иностранных дел в предыдущем правительстве Павел Климкин. Он также участвовал в встречах нормандской четверки на уровне министров несколько раз. И он минувшей ночью пообщался с участниками этого процесса. И он выразил надежду на определенный прогресс. Однако остается много беспокойства в обществе по поводу того, была ли капитуляция. И нынешняя ситуация, как отмечают участники этого круглого стола, подталкивает как раз и СМИ, и российскую пропаганду к перекручиванию информации и распространению фейков. И на данный момент участники круглого стола все-таки сходятся во мнении о том, что как таковой капитуляции не произошло. Наихудшие опасения не оправдались, но и расслабляться, скажем так, пока рано, поскольку Путин и Кремль все равно не оставляют своих планов и вопросов, каким образом будет контролироваться оккупированная территория, на каких условиях будут проводиться выборы в местной власти. Эти вопросы все равно остаются открытыми. На сегодня вся игра России построена на том, чтобы нагнетать эмоции украинского общества и играть между двумя фундаментальными сценариями. Первый – это интеграция Донбасса в Украину на российских условиях. Другой не исключает первого. Это такая раскрутка эмоций и поляризация общества. Участники круглого стола, собственно, и обсуждают, какая же последовательность шагов устроит украинское общество, поскольку на данный момент сейчас лишь одна конкретная договоренность не вызывает, скажем, вопросов либо противоречий. Это обмен пленными, хотя говорят, что и даже в этом вопросе Россия может использовать возможные манипуляции, а также играть на условиях обмена, потому что самоформулировка установленных задержанных также может трактоваться по-разному. Собственно, одной из таких красных линий, которая, по мнению Павла Клинкина, также находится на грани пересечения, это имплементация формулы Штайнмайера, которая снова зазвучала после этой встречи. Условия внесения этих норм в украинское законодательство также неясны, и, по его мнению, все-таки должна быть прописана какая-то дорожная карта. В самом же украинском обществе активисты, представители руху опору капитуляции, движения противодействия капитуляции по-русски, на данный момент они свернули свою акцию на банковой под офисом президента, поскольку также считают, что капитуляции не произошло, но, тем не менее, планируют следить за дальнейшими действиями власти и в дальнейшем. Президент дал понять, что Конституция у нас нерушима, теперь все это не получится скрыть. Это можно будет делать только публично на рассмотрении в парламенте. Конечно, мы будем следить, и если эти вещи будут появляться, мы проведем акции у стен того здания, которое будет принимать решение. Оценивая настроение участников переговорного процесса в Париже, Павел Климкин, в частности, отметил, что вызывают опасения его слова Мануэля Макрона по поводу подготовки к встрече через 4 месяца, уже с конкретными предложениями по выборам, поскольку он считает, что на данный момент это все-таки невозможно, и вопрос по контролю над границей Украины со стороны России до сих пор остается открытым. В целом, в публичном пространстве итоги переговоров оцениваются как ничья, и об этом же сам Зеленский заявил после встречи. И, как один из положительных моментов, Павел Климкин отметил все-таки, что позитивную роль в переговорах сыграла позиция канцлера Германии Ангела Меркель, а также то, что поднимался газовый вопрос. И есть также определенные надежды, что на запуск Северного потока будут введены дополнительные санкции. Этот вопрос будет рассматриваться также в Конгрессе США. И по источникам Павла Климкина это также будет говорить в пользу Украины и поддержит ее позиции. На этом у меня все. Студия. Спасибо за такое большое количество информации. Евгения Бурда о том, как дипломаты военные и общественные эксперты подбивают итоги нормандской встречи. Три украинских военнослужащих погибли в результате взрыва на Донбассе. О подробностях в штабе объединенных сил пока не сообщают. Известно только, что подорвались на неизвестном устройстве. Всего за минувшие сутки оккупанты нарушали режим прекращения огня 7 раз. Дважды били из различных гранатометов по украинским защитникам вблизи Водянова и неподалеку Березового, по Луганскому, Новолуганскому и Хутору Вильному российские наемники вели огонь из минометов и стрелкового оружия. В направлении Красногоровки стреляли из боевых машин пехоты. С оружием и в камуфляжной форме на участке разведения сил. Несколько человек с опознавательными знаками специального центра по контролю и координации были замечены в районе станицы Луганской. Кто эти вооруженные люди, неизвестно. Форма у них российского образца с надписью на нарукавниках СЦКК. Но эмблемы именно такого вида в самом центре не зарегистрировано, уточнили в штабе Объединенных сил. Присутствовать на участке разведения любым вооруженным формированием категорически запрещено по минским договоренностям. Почти полтора миллиона переселенцев на сегодня зарегистрировано в Украине. Как защитить их права и тех, кто остается на оккупированных территориях, обсуждают сегодня в Киеве. В столице стартовал первый национальный форум по вопросам миграции и противодействию торговли людьми. Одной из дискуссий посвятили вопросу выплат пенсии и компенсации ущерба за разрушенное жилье. Подробности знает Юлия Башко. Коллега, что предлагают участники форума? Артем, участники форума предлагают упростить выплату пенсии для жителей оккупированных территорий. Подобный законопроект находится сейчас на рассмотрении в Комитете Верховной Рады. Приведу лишь одну цифру. До 2014 года на территории Донецка и Луганской областей проживало около 1 миллиона 200 тысяч пенсионеров. И вот за все время, за последние 5 лет, за выплатами пенсии обратилась всего половина. То есть около 600 тысяч так и не получили пенсии. И по предварительным данным долг перед ними уже составляет более 2 миллиардов долларов. Механизм, который упростит вот такую выплату пенсии и должен быть разработан законопроектом, я предлагаю послушать, что говорят в Министерстве социальной политики. Не стоит и никогда не стоял вопрос правительства выплачивать или не выплачивать. Однозначно выплачивать. Другой вопрос, какой механизм будут использовать и в какие сроки он заработает. С 2014 года и до сегодняшнего дня задолженность на 90% была погашена в пенсиях. И более 106 миллиардов гривен погасили на протяжении этих лет на выплату пенсий. Участники форума это не только представители министерств, социальной политики, ветеранов, а также и народные депутаты, которые приехали на эту встречу, и правозащитники, ну и даже жители Донецкой и Луганской областей. Многие эксперты настаивают на том, что у нас сегодня зарегистрировано рекордное количество переселенцев, более 1 миллиона 400 тысяч человек, но постоянно на подконтрольной Украине территории остается проживать где-то около 1 миллиона. Остальная часть все же ездит на оккупированную территорию. Эксперты акцентировали внимание на том, что необходимо упростить пересечение линии соприкосновения. Также они подняли вопрос и безопасности, это вопрос разминирования полей. Ну и еще один из главных вопросов, эксперты считают, что необходимо разработать механизм компенсации за разрушенное жилье. И в следующем году такую компенсацию смогут получить несколько сотен семей, если подобный законопроект будет принят в Верховной Раде. Сейчас он также находится на рассмотрении в комитете парламента. Я предлагаю послушать. Это не будет обычный закон, его принятие будет непростым. Самое главное, мы должны понимать, откуда мы возьмем эти деньги. В первую очередь мы рассчитываем на помощь наших иностранных партнеров. Вчера Владимир Зеленский сделал заявление, что мы продолжаем действие закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Это должно пройти в наш комитет, и мы ждем представления от президента. Также на форуме поднимают и вопрос о торговле людьми. Только в этом году в Украине зарегистрировано 300 фактов таких преступлений. На этом у меня все. Артем. Юлия Башко о национальном форуме по вопросам миграции и противодействию торговли людьми. Это все, что успеваем рассказать на эту минуту. Больше новостей на сайте телеканала UATV.ua. Следующий выпуск новостей в 15 часов. Не переключайте UATV. Субтитры создавал DimaTorzok